а денек сегодня офигенский у нас прям такое летняя осень теплый на солнце жарит сейчас вот ночь была теплая до этого ночи холодные были и воздух холодные вот стоишь на улице пузо прям вскипает а жопа леденеет но сегодня прям уже совсем тепло и жопе тепло поэтому продолжаем эти несколько дней ковыряемся вот с этим вот строением соответственно такой вот строеница это бывшая кухня планируется это все разобрать и заново построить потому что тут такое вот проходное место а здесь планируется и там санузел и планируется в общем-то санузел естественно оставить небольшая комната и вот здесь вот будет вход небольшой такой коридорчик то есть чтобы комната была полностью изолированная и естественно санузел тоже оставляем потому что но коммуникации все проведены и глушить их но это было бы просто глупо и соответственно вот третий день в общем-то разобрали все внутри что можно было межкомнатной перегородки только и вот начал сейчас соответственно воду всего потому что вот там вот горшок душ потом вода вот сюда вот здесь кухонная зона была соответственно вода вот так канализация так с этим пока проковырялся плюс электрику пока все сдернул выключатели розетки естественно аккуратно потому что они но 90 процентов что пригодятся потом вот этому строению лет наверное 10 соответственно материалы здесь все вполне себе новые то есть там даже и бойлер который был он пойдет вполне себе ничего с ним не случилось за эти вот десятилетия и в общем то вот но остальное все естественно будем менять и фундамент будем переделывать потому что здесь херовенький фундамент будем когда вот это все разберем соответственно от основного дома это все зачистим уберем это все канализацию вот воды останется как она и есть и будем ставить бетонные столбики соответственно здесь размер семь с половиной с лишним на три с лишним ну в общем то такая небольшая конечно пристроечка но зато будет в общем то совершенно автономная как бы зона то есть комната и со своим санузлом если чего отдельный вход если чего туда проход как бы общий дом то есть это тут будет такой небольшой коридорчик плюс там шкафы как бы под всю тряхомуть которые дохрена всегда в деревне и в общем то хочешь так хочешь так хочешь с той стороны заходи хочешь с этой вполне себе вот жалко конечно кровлю придется разбираться кровли хорошая битумка мягкая черепица вот самый лучший вариант для кровли ну куда деваться поэтому вот такие у нас дела и с улицы соответственно тоже убрали все освещение скинули водосточку вытащили окна двери дверь в помойку то окно поставим назад это окно в помойку ну потому что мало того что оно здесь такое совсем никуда так еще тут однокамерный стеклопакет но это вообще ни о чем поэтому естественно это все на выброс жалко конечно но куда деваться и вот смотрите здесь была пластиковая водосточка шикарная просто я сторонник пластика потому что смотрите вот 10 лет и вообще ни о чем как будто вот ну немножко это самое подмыть и будет как будто прям новое только что из магазина да та сторона которая была на солнце она под выгорела но больше вообще не никаких даже изъянов никаких трещин никаких вот тлений вообще ничего просто просто идеально но вся эта хрень была на металлических кронштейнах и смотрите что с кронштейнами видите какая коррозия прям сквозная и и вот это вот место она на самом виду потому что снизу смотришь и прямо это в глаза бросается понятно что она как бы прогнивать будет до того как упадет но еще долго но вот такое безобразие конечно это ну никуда а если бы и желоба были металлические то и они были бы привод в таком состоянии а там тонкая соответственно еще несколько лет они бы прогнили вообще насквозь поэтому вот металлическая водосточка я категоричный прям противник если бы там была оцинковка с цинком прямо тогда еще может быть вот видите оцинковка причем но она по моему еще вообще до давным давно купленная то есть это еще ну такой допутинский цинк на которому в общем то можно верить а сейчас это все херня полная а если просто черный металл крашеный это ну вообще ни о чем и в общем то вот в общем то видео снять решил чтобы было понятно в общем то с чего это все начиналось потому что план такой это все разобрать сделать фундамент и сделать перерыв потому что этот объект первый зимний а еще у нас второй объект зимний это вот банный комплекс кто видео смотрел видел соответственно здесь фундамент поставим уйдем на тот объект там сделаем обвязку заправим сделаем весь каркас если погода позволит опять же и отложим это все до конца зимы и вернемся сюда потому что как бы здесь подготовка к зиме и там подготовка к зиме а потом уже все работы в общем то которые можно делать уже вполне себе зимой хотя здесь в общем то тоже тут и отмостку бы по-хорошему залить но это не отмостка скажем так а просто тропинка но посмотрим в общем то как со временем как с погодой так что вот такие у нас планы как то так